Прибавлю. Царь слагает порфиру и сопричисляется к прочим наравне с ними. Ибо братство наше есть равночестное тело Христово, и обитель наше общее спасение пристань, одинаково для всех спасительное. У нас все, ино, не по-мерзки. Так, когда случится смерть, здесь не бывает плача и воплей, как у жизнелюбивых, но в тишине совершается погребение почившего. Ибо здесь ни жена не голосит, ни дети не кричат, ни родные не слагают плачевных песней, припоминая то одно, то другое. Но и исход бывает с радостью и вынос с благой надеждою, хотя и слезы бывают по духовной любви к отшедшему, в чем ничего нет неуместного, так как и Господь плакал при гробе Лазаря по свойству естества нашего. Была ли от века другая какая жизнь, более блаженная, чем эта? Был ли другой какой образ жительства, который бы оказался более приближающим людей к Богу? Почему благовременно нам, Давидски, возглашать? Здесь заповедовал Господь благословение и жизнь навеки. Будем же радоваться и сорадоваться друг другу, будем благодарить и благодарить немолчно, будем любить всеблагого Бога нашего и любить безмерно, что Он призвал нас из тьмы во свет, от унижения к славе, от безвестности к знатности. Знает каждый из вас, от кого произошел нас в свет и откуда сюда устремился, с кем затем вошел в общение, кого называет братьями и с кем соводворяется. И эти преимущества – суть только преддверия будущих обетований. Так что, если мы добре совершим предлежащий нам подвиг, всячески подвизаясь переносить труды и приносить плоды послушания, по чину и уставу действующему в нас, то в конце обретем, чего око не видало, о чем ухо не слыхало, и что на сердце человеку не восходило, что уготовал Бог любящим его, что будет всем нам получить. Страница 648, 4-й том добротолюбия, святого Феодора Студита наставление монахам. Учащают вести о смерти, издали и вблизи, слышимые в настоящее время, и особенно о смерти наших духовных братьев и отцов. Вот оставил нас, кроме других, и брат Григорий, которого и жизнь похвальна, и кончина блаженна, ибо он скончался в изгнании за Христа. Что же, должно, конечно, и нам прийти отсюда малым и большим, старцам и юным, ибо одна для всех и пяти мия смерти, и один прежде, а другой после отходит из этой жизни. В день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его пополам, и часть его с неверными положит, там будет плач и скрежет зубов. «Уже ли не страшит нас притча сия? Уже ли не изнемождает плотей наших угроза сия? Ибо это ни басня, ни пустые слова. Напротив, слово далеко еще не доходит до точного выражения того, что тогда имеет быть. Ибо и плачь тот, не поплачу этому. И скрежет зубов тамошний, не по здешнему скрежету. Но между ними такая разность, как у снов с действительностью. Потом и огонь тамошний не угасает, а здешний угасает. И червь тот не умирает, а здешний умирает. Но кто думает об этом и рассуждает? Кто видит это и слышит? Ибо можно и видя, не видя, и слыша, не слышать, по причине окаменения души и любострастия сердца. Кто имеет ублажаемый Господом плач и каждодневно очищает себя от прилучающихся оттуда и отсюда сквернений, не отлагая этого очищения на завтра? Довольно, говорится, на каждый день злобы его. Кто к вожделению Бога вожделение прилагая, отторгает всякое пристрастие здешнее? До того, что может с Давидом взывать? Прилипа душа моя к тебе, меня же приняла десница твоя. О, блаженное бесстрастие! Вот каковы должны мы быть, братья! Так благонастроить себя требует от нас слово. Да будем горящий духом, облечены в броню веры, окрылены надеждой и совершенно готовы к исходу. Почему прошу и молю, как каждодневно умирающие будем нудить себя на все должное, сколько сил есть! Зная, что нудительно есть по естеству добродетель, но зато она возводит горе, тогда как самоугодливый грех не взводит в преисподнее. Стяжем очистительные слезы, кое рождается крушенное сердце и смиренное мудрование. Соделаем святых ангелов друзьями с твоими бесстрастной жизнью, чтобы и они во время исхода дружелюбно вознесли нас к владыке. Это говорю не как благое, что соделавший, но как желающий творить то вместе с вами, как долженствующий говорить, а не молчать. Как любящий вас любовью Божией, чтобы все мы, добре действуя, наследниками соделались в жизни вечной. 334. Опечален я вами в настоящие дни, и печалью нестерпимую, потому что остановилось у вас обычное исповедание, делание в жизни нашей самое великое и самое спасительное. 344. Если б я видел, что вы сделали с лучшими и совершеннейшими, порадовался бы, как облегченный в делах, ибо немалого труда требует врачевание немощей других. 355. Но, как вижу, у вас противоположное тому, то догадываюсь, какая тому причина, ибо скажи мне, откуда у вас продерзости и порождаемое ими нестроение? 366. Не от того ли, что не исповедуете, а скрываете пагубные помыслы свои, ибо начало, какой их корень, при грешении наших есть неуместный помысл, который, когда открывает его, милостью Божией прогоняется, а когда скрывает, мало-помалу переходит в дела тьмы. Отсюда душевные смерти, отсюда разделение друг от друга, отсюда самооправдательные слова, порождаемые неведением и заблуждением. 388. Но, о человече, животные, разума не имеющие, сами от себя, как видим, знают, какие яства вредны для них, и избегают их. Не тем ли более следует ожидать этого человека, от самого крещения, обогатившегося всяким ведением о том, что добро? 409. Ты же не слышал разве, что говорит Писание, что Бог первого мира не пощадил, но Ноя, проповедника правды, сохранил потоп миру нечестивых навел? Разве не читал, что Господь, города Содомские и Гоморские, сожег огнем, осудив на разорение, дав образ будущим нечестивцам? Не слышал разве часто, как апостол его пьет, не обманывайте себя, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни сквернители, ни малаки, ни мужеложники, ни лихаимцы, ни воры, ни пьяницы, ни досадители, ни хищники, царствие Божие не наследуют? Как же ты, слыша это, говоришь, что не знаешь, что худо? Притворство это и уклончивость. Не боитесь угрозы. Не трепещете того, перед кем трепещет вся тварь. Не устраняйся же никто от исповедания. Притча 335. Притча 335. Притча 435. Ибо на кого другого мне смотреть? Или о ком другом печалится и радоваться, как не о вас? Вы мои братья и чадо, и отцы, и друзья, и родные, и любезные, и вожделенные, и радость, и венец, и все другое, чем можно выразить искренность общения моего с вами. Свидетельствуй же уверенность мою, что и вы таковы же ко мне, и ни к родителям, ни к братьям, ни к роду, ни к родине, ни к другому, чему видимому, вы не привязаны. Но только к Богу и по Боге к моему смирению и благодарения так соединившему нас Богу в Духе Святом, чтобы любить и взаимно любимому быть, быть единым телом и единым духом, так как и призваны во единое упование звания нашего. Будем же радоваться и сорадоваться друг другу, и по причине того, что случается, иногда укорно говорить к вам, не будем отчуждаться друг от друга, но, как это бывает из любви и к общей пользе, будем переносить наказание терпеливо, ибо написано Сын, не пренебрегай наказанием Господним, и не ослабевай, будучи от него обличаем, ибо кого любит Господь, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. К чему прилагает и апостол? Если наказание терпим, то как с сынами обретаемся перед Богом? Который же есть сын, которого не наказывает отец? Если же остаемся без наказания, которое всем общее, то мы незаконные дети, а не сыны. Потом богатство и власть, и другие желательные людям вещи не даром достаются, но требуют больших трудов и потов. Можно ли предположить, чтобы достигнуть Бога и божественных воздаяний было дело легкое и удобное, и не было исполнено безмерных трудов и потов? И не было ли бы такое предположение свидетельством крайней простоты и недалекости, почему слышим, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, и что тесен и прискорбен путь, ведущий в жизнь вечную. И по какой-то причине? По той, что мы сами не захотели пребывать в данной нам вначале в раю беспечальной жизни и в безмерной радости. Но по бессовете избрали лучшие не спасть в настоящую многострастную и многоскорбную жизнь, и не иначе можем востяще опять туда, как прошедший школу прискорбности по подражанию Господу нашему Иисусу Христу. И же вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением. Впрочем, так как при скорбности по Богу облегчается для нас надежда и благ вечных, то они обыкновенно бывают не слишком скорбны, почему для святых настоящее время называется праздником. Свидетельствует об этом святой Давид, говоря «Радуйтесь, праведные, о Господе», указывая на радость всегдашнюю. То же и блаженный апостол подтверждает «Радуйтесь всегда в Господе» и еще говорю «Радуйтесь». Это говорилось к тем, которые скорбели и плакали, подвязались и в борьбе пребывали, и страдали многообразно, потому что печаль по Боге для добродетельных есть предмет радования. Будем же и мы, как праздник, проводя каждодневно, благодушно переносить прискорбности ради Бога, не ослабевая от дьявольских козней и браний. Когда же случится как-нибудь воздремать и увлечься на что-нибудь, не должное умом, словом или делом, поскорее поспешим восстать. И к прежнему возвратиться благо настроению, и опять с теплым усердием начать работать Господу, зная, что и о царей тот воин получает почести, который борется и противовоюет, а не тот, кто убегает с поля брани. 653, 4 том Добротолюбия, святого Федора Студита, наставление монахам. Так-то и мы, пребывая до последнего издыхания в невидимой брани и вечных наград, сподобимся. По милости Божией и Царствие Небесное получим во Христе Иисусе Господе нашем. Конец 4 тома Добротолюбия. Добротолюбие. В русском переводе. Том 1. Издевением русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Москва. Типолитография Ефимова. Большая екиманка. Дом Смирновой. 1886 год. От московского Духовно-цензурного комитета печать дозволяется. Москва. 1886 года. Цензор-священник Иоанн Петропавловский. Антоний Великий. Несколько слов о жизни и писаниях святого Антония Великого. Антоний, положивший начало уединенному пустынному подвижничеству, жизнь своей представляет идеал такого рода богаугождения. Вместив путь, которым и всякая душа, если захочет, должна идти к возможному для нас и на земле совершенству, подаваемому христианству. Жизнь святого Антония описана святым Афанасием Великим, смотри его творение. И почти без сокращений помещена в наших петьминеях от 17 января. Желающие знать ее подробно, пусть обратится туда. Здесь указываются только общие черты ее. Божье избрание святого Антония на дело им совершенное, обнаружилось в нем еще в детстве. Тихий, теплосердечный нрав, склонный к уединению, отстранял его от детских резвостей и шалостей сотоварищества, и держал в доме на глазах родителей, которые блюли его, как зеницу ока. Так и вырос он в этом отрешении от людей, выходя из дома только в церковь. При таком настроении и порядке жизни благодать Божия, полученная в крещении, беспрепятственно действовал на созидание его духа без особых с его сторон усилий. Очень естественно, что он рано ощутил сладость жизни по Богу и распалялся божественным желанием, как говорит святой Афанасий. Не находя препятствий к такой жизни в доме, ибо и родители были того же духа, святой Антоний не обнаруживал никакого желания оставить его, пока живы были родители, и избавляли его от неизбежных житейских забот. Но когда отошли они к Богу, он, оставшись на большем, должен был принять на себя заботу по управлению дома и пропитании сестры. Это тотчас дало ему ощутить великую разность между жизнью по Боге и многопопечительной жизнью житейской, и положило твердое начало его желанию все оставить и жить только для Бога. Слышанное им в этом настроении в церкви слово Господа, «Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». И потом другое изречение, «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Они, эти изречения, так запечатлели сие желание печатью божествую, ибо в словах тех он слышал Божий ответ. На вопросы совести своей, вместе Божие повеление и благословение, на исполнение сокровенных желаний и стремлений своего сердца, он получил в этих словах, он решился решимостью нераскаянную, и все раздав, начал жить до единого Бога. Первые годы мироотреченной жизни своей святой Антони проводил так же, как проводили ее другие, известные тогда подвижники, от них всему научаясь. Известно, что мироотреченное подвижничество, в котором отрешившись от всех житейских забот, ревнует единственно о том, как угодить Господу в церкви Божией. Установилась с самого начала ее основания, как существенная необходимость строя ее, и от святых апостолов получила первые основоположительные законы. Но начало аскеты, так назывались люди, посвящавшие себя роду жизни, отрешаясь от мира и житейских забот, оставались в своих домах только уединялись где-нибудь в невидимом уголке, и там предавались молитвам, богомыслию, посту, бдениям и всем подвигам. В течение же времени, когда христианство расширилось в пределах ищественной верующих, многие подвижники стали оставлять свои семейства, и удаляясь за город или селение, там в глуши проводили уединенную жизнь, в какой-нибудь натуральной пещере, в запустелом гробе или в нарочно устроенной небольшой келье. Ко времени святого Антония наиболее ревностные подвижники жили преимущественно именно таким образом. Им подражать возревновал и святой Антоний Великий. Начало жизни подвижническое – послушничество. Его проходил святой Антоний в подражании и послушании тем подвижникам. Существо послушничества состоит в утверждении в сердце христианских добродетелей и в усвоении порядка в подвижнической жизни. Все себе под руководством опытнейших. Христианские добродетели вынес святой Антоний из воспитания. Теперь ему предлежало только узнать, какие подвиги необходимы для возревновавших жить в Боге и как их нужно совершать. Для этого ходил он к известным тогда подвижникам, разузнавал, как, что делать, научался тому и возвращался с тем приобретением, как с добычей в свое уединилище. Таким образом, как замечает святой Афанасий, он, как мудрая пчела, отовсюду собирал себе духовный мед, слагая его в сердце свое, как вулий. У одного перенимал он строгость воздержания в пище, спанье на голой земле, продолжительное бдение. У другого научался неутомимости в молитве, внимании к помыслам и богомыслию. У третьего брал пример трудолюбия, верности правилам и терпению. У всех заимствовал тот же дух твердой веры во Христа Господа и братской ко всем любви. Себе одном старается считать все, чем особенно отличался каждый из виденных им отцов. Без поверки своей жизни и жизни других, и бесстороннее в руководство. Никто не достигал высших степеней подвижнической жизни. Примерами означенных старцев святой Антони поверял свою жизнь. Их руководство было неуклонно направляем по пути к совершенству. В этом послушническом воспитании провел он лет пятнадцать. Сначала живя недалеко от селения, в гробнице, а там и подальше, куда приходил к нему один искренний ему селенин, принося хлеб, единственной пищей святого Антония, и отбирая рукоделие, ибо святой Антоний жил трудами рук своих. Все время свое он делил между этим рукоделием, молитвой и размышлением о божественных и истинных писаниях. В тих деланиях утвердил его явившийся ему ангел Божий, когда однажды томил его дух уныния. Как текла в это время жизнь его, приводим о том свидетельство Сазамена, церковная история, книга 1, глава 13, который пишет о святом Антонии. Изведав, что добрая жизнь от привычки делается приятной, хотя на первый раз бывает и трудна, он придумал опыты подвижничества все более и более строгие, с каждым днем становясь воздержнее, и как бы всегда, только начиная, придавал рвенье новую силу, телесные удовольствия обузывал трудами, против страстей душевных вооружался богомудрую ненавистью к ним, пищевый был хлеб с солью, питьем вода, а временем обеда закат солнца. Нередко, впрочем, дня по два и более оставался он без пищи, бодрствовал же он, можно сказать, целой ночью, и в молитве встречал день, а если и вкушал сна, то на одну минуту. Ложился, в большей части, на голой земле, и только землю имел в своей постели. Намощать тяжелее мысли и пользоваться другими удобствами он себе не позволял, так как от этого изнеживается тело. Лености терпеть не мог, и работа не выходила у него из рук почти целый день. Таким притрудным путем шел святой Антоний. Но, как известно, такая жизнь без борьбы не проходит, как не бывает света без тени. Не будь в нас греха, и не имеем мы врага, в нас раскрывалось бы и росло беспрепятственно одно добро. Но, как кто-то другой есть, и оба представляют свои на нас права, то никто не обходился без борьбы с ними. Надо обессилить и победить их, чтобы свободно идти далее. Без этого они все будут путать руки и ноги, хотящего вправо идти, кто бы он ни был. Вот почему Божья благодать, созидавшая в духе святого Антония, вводила его в брань, чтобы искусил его, как золото в горниле, укрепить нравственные силы его и дать простор их действованию. Врагу дан был доступ, а подвижника поддерживала сокровенная помощь. Святой Афанасий пространно описывает эту борьбу. Вражеские стрелы, говорит он, были очень чувствительны, но мужественный борец отражал их, немало не колеблясь. Сначала враг покушался поколебать его сожалением, что оставил мир, приводя на мысль, с одной стороны знатность рода, без нужды будто презренную, немалое богатство, напрасно будто рассоренное, и все удобства жизни, без пользы будто отвергнутые, и особенно сестру, брошенные ни с чем на чужие руки, без собственной его поддержки, присмотра и утешения. С другой, притрудная жестокость, начатой жизни безотрадной, непривычность, невыносливость тела, которому не устоять, будто против таких лишений и длительность этой жизни, так что и конца ей будто не видится, вдали от людей, без всяких утешений, в непрестанном самовершлении. Этими внушениями враг возбуждал сильную бурю помыслов, но был не только отражен твердостью святого Антония, непоколебимо стоявшего в своем намерении и в своей решимости, но и не изложен великой его верою, что все оставленное и терпимое им ничто в сравнении с нескончаемыми благами, уготованными от Бога миротрещенным тружеником, угодным, которому удобнее свободному от всех житейских и вещественных уст угодить. Наконец враг даже повержен был в прах непрестанными его молитвами, привлекавшими в сердце его сладчайшее духовное утешение. Побежденный с этой стороны враг нападает на юного борца с другой, с которой привык уже он не излагать юность, начинает бороть плотской похотью, смущая ночью и тревожа днем. Борьба была столь ожесточенной и длительной, что не утаилась даже от посторонних. Враг влагал нечистые помыслы, а святой Антоний отражал их молитвою. Тот приводил в рожжение члены, а этот охлаждал их постом, бдением и всяким себя притружением. Он принимал, тот принимал на себя ночью женские образы, всячески ухищряясь возбудить обольстительные влечения. А этот восторгался горе и созерцанием тамошних красот, равно как живейшим сознанием благородства, какого сподобляется естество наше в Господе Иисусе Христе. Рассеивал обманчивую прелесть, окаянный вызывал чувство сластья от удовольствия, а блаженный восставлял противочувствие страшной горе чему к в огне вечным, и от червей неусыпающих, и пребывал невредимым. Докучливость и безобразие нападения образовали, наконец, борющимся от вращения ко всяким нечистым движениям, и гнев на них с сильным раздражением. Это лишало врага возможности приближаться к нему, и даже издали как-нибудь искушать и тревожить его с этой стороны. Ибо чувство отвращения и ненависти к страстным движениям суть огненной стрелы, опаляющей врага. Так побежден был и в этом вселукавый юностью, носящий страстную плоть, и отступил с посрамлением, потому что рабу Божию содействовал сам Господь, ради нас понесший плоть, и в ней сокрушивший всю силу вражию, как это исповедует всякий истинный подвижник, говоря с апостолом, не я, но благодать, которая со мною. 1 Коринфянам 15.10 Но не сеющей стащились стрелы у человека-ненавистника. Видя покров Божий над юным борцом и зная, что он осеняет только смиренных, враг замышляет лишить его сего покрова, возбудив в нем высокоумие и самомнение. Для сего являются мы, видимо, в виде малого черного отрока. И с притворным унижением говорит святой Антоний, «Победил ты меня!» Полагая, что тот, отнеся победу к себе, возмечтает много о себе и тем прогневает помогающего Бога. Но святой Антоний спросил его, «Ты кто же такой?» Тот ответил, «Я дух блуда, на котором лежит возбуждать рожжение похоти и ввергать в плотской грех. Многих давших обет целомудрее обольстил я, многих, долгое время умерщвлявших плоть свою, довел я до падения. Но тобой все мои сети порваны, стрелы поломаны, и я не изложен». Тогда святой Антоний благодаря Бога спасителя своего воззвал, «Господь мне помощник, и я посмотрю на врагов моих» в Салом 117. И затем, небоязненно, посмотрев на врага, сказал, «Черным попустил тебе Бог явиться предо мною, с показания черноты твоих злоумышлений и отроком в обличении твоего бессилия, потому и достоин ты всякого презрения. От этих слов дух этот, как огнем полимый, бежал и уже не приближался более к блаженному Антонию». Победа над страстями приближает к бесстрастию. Бесстрастие же, в какой мере оно утверждается, такое приносит с собой мир душевный. А мир душевный с сладостными освящениями, подаваемым молитвой и богомыслием, возбуждает сердце духовную теплоту, которая, собирая к себе все силы духа, души и тела, вводит человека внутрь, где, водворившись, он ощущает неотразимую потребность быть одному с единым богом. Это неотразимое тяготение внутрь, пред бога, есть вторая степень духовного приспияния. К ней-то подошел теперь святой Антоний. И до сели он бывал больше один, но к нему нередко приходил из села его искренний, а сам он хаживал то к старствам, то к сельской церкви на богослужения, особенно на литургию. Все это было сопряжено со своего рода развлечениями, как ни отсекая их. Восстяготевший внутрь дух святого Антония начал требовать решительного уединения, чтобы ничего не видеть и не слышать. К этому, как указывалось, душа приходит сама собой и прямым путем подвижничества, но ускоряет этот поворот и дает ему решительный толчок какие-нибудь сильные порывы самоотвержения. И вид такой порыв святому Антонию подала случай явного нападения на него бесов. Бесы, лишившись возможности, действуют через помысл, начистившуюся душу. Начиная действовать на него со вне является видимой и строит подвижнику то, чем надеется или повредить ему, или поколебать его добрые намерения. Благодать же Божия попускает это, видев преуспеяние подвижника, открывая ему через то восход на высшую степень.